Работники социальных служб, как и врачи, находятся на передовой и круглосуточно оказывают помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они тоже нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, считает глава государства. В настоящее время на федеральном уровне определяется порядок осуществления таких выплат. Со своей стороны, республикой проводится подготовительная работа, чтобы своевременно исполнить поручения президента России. Сегодня в интернатах и домах ветеранов республики проживают около трех тысяч человек, с которыми вместе круглосуточно посменно находятся порядка тысячи работников социальной службы.